Генеральные спонсоры канала магазины 1 МГц airsoftgun.ru ссылки в описании под видео Привет любители страйкбола, с вами бородатый страйкболист и сегодня я расскажу вам не то чтобы про новинку от компании Vartec, но все равно достаточно интересный плейткерер их производства У них он известен под названием ТВ-110 или же ЛБС, легкая бронесистема Данный плейткерер предназначен для установки в него плит гранит, но сюда превосходно входят и западные образцы, такие как САПИ и ЕСАПИ Изготовлен данный плейткерер из тысячной кордуры, на самом деле материал это конечно надежный и практичный, но хотелось бы еще легче что-нибудь типа 500 или 600 Конструктивно данный плейт из себя представляет, как и любой в общем-то плейткерер Грудную, спинную панель, плечевые лямки и камербанд Камербандом своим он напоминает всем известный GPC GPC конечно не единственный плейткерер в мире с таким камербандом и поэтому многие с ним его сравнивают Но здесь камербанд выполнил не в пример, на мой взгляд, лучше Ну и начнем пожалуй с грудной панели, рассмотрим ее поподробнее Грудная панель представляет из себя чехол под плиты гранит Подогнаны они под размер плиты очень и очень хорошо Если вы вставите сюда нормальную гранит плиту, то у вас нигде пустого пространства не будет в плитнике И соответственно плита у вас никак не будет двигаться во время вашего движения У меня же конечно же пустые места есть, потому как использую я здесь плиты САПИ Вся фронтальная часть, как в общем-то и задняя, покрыта у вас стропами молли Здесь вы можете разместить как дополнительное оборудование, так и лишние подсумки, если у вас они есть и девать вам их некуда Кнопки ПТТ от радиостанции Также верхние три ряда молли выполнены с велкра, что позволит нацепить вам на них ваши любимые патчики Отдельно хочется отметить наличие в грудной панели, непосредственно в фартуке переднем, трех встроенных подсумков на резинке Сюда прекрасно входят как магазины АК-47, так и станаги любых форм-факторов Под этими встроенными подсумками у вас находится знакомая многим любителям плейт-керреров система крепежа камер-банда Хочется отметить, что велкра здесь, в отличие от большинства продукции, как в Артек, так и других производителей, очень-очень мягкая С одной стороны, это хорошо, руки не надо в кровь себе раздирать, чтобы это отцепить С другой стороны, меня немного смущает то, сколько данная велкра проживет С этой же стороны у вас расположены ячейки молли с велкра, которые позволяют вам закрепить либо бронезащиту паха, либо же на пузную сумку Доступ к карману с бронеэлементами достаточно легко осуществляется посредством торгания за хлястик и вытаскивания, собственно, бронеэлементов Повторюсь, что это реплики ESAPI плит Сюда также есть место для установки кевларовых пакетов, если вы его хотите использовать по полной, либо же в вашей оперативной трудовой деятельности Спинная панель из себя представляет, в общем-то, практически точную копию грудной За исключением того, что здесь у вас нету встроенного подсумка, спрашивайте, нафига ли они здесь вообще нужны Но при этом ячейки молли позволят вам сюда нацепить большие утилитарки, рюкзаки типа MAP, либо какие-нибудь бодипаучи В верхней части панели у вас расположена эвакуационная стропа Пришита она очень-очень крепко, вот на таком расстоянии, сами подумайте, двойным швом На ней, на мой взгляд, можно машину эвакуировать Я проверять этот плейт на прочность не буду, потому что я заведомо знаю, что продукцию Вартека можно сломать, наверное, только использовав танк в каких-либо целях С нижней стороны плейт-керрера у вас есть доступ к регулировке камербанда Регулируется он здесь точно так же, как на вышеупомянутом мной GPC На вот этом вот черном шнурке, белый шнурок я уже сам сюда добавил, ибо мои телеса данный камербанд не обхватывает Поэтому, если вы такого же большого размера или даже больше, чем я, рекомендую задуматься над покупкой либо другого плейта, либо резиночки побольше, чтобы у вас это нормально все растягивалось Чуть ниже вы обнаружите точно такой же хлястик для доступа к заднему карману с бронеэлементами Здесь, как вы можете увидеть, у меня плит уже отстрелянный, обзор на них был Так что ношу, как говорится, на память Место здесь также есть и под кевларовый пакет, как и в передней части плейта Перейдем к камербанду, достаточно интересная часть в данном плейт керри Вы, конечно же, опять скажете то, что тысячу раз это видели, все это пробовали Но здесь все, на мой взгляд, очень и очень хорошо сделано Однозначно лучше, чем в китайских репликах тех же GPC Под сумки здесь вы можете устанавливать как с внешней, так и с внутренней стороны В данном случае у меня с внутренней стороны установлена радиостанция Опять же скажу, что мне, допустим, так носить некомфортно Из-за того, что объем моего туловища несколько больше, чем данный плейт керриер И радейка просто мешает Я лично предпочитаю носить под сумки с внешней стороны камербанда Как магазинные, так и, допустим, утилитарные Они не мешают вам в работе с тактическим поясом И достаточно удобно и комфортно в ношении Сам камербанд состоит, помимо стропы с двойной прошивкой Из пластиковых направляющих Которые дают весьма значительный прирост жесткости данному камербанду Кстати, если вдруг вам будет мало бронезащиты спереди и со спины На камербанд можно всегда повесить дополнительные карманы В которые можно установить бронеэлементы Перейдем к следующему элементу данного плейта Это плечи Плечи здесь достаточно широкие, почти 5 сантиметров При этом, в отличие от большинства своих конкурентов Они сразу в комплекте имеют мягкие накладки Крепятся они на велкро Что очень-очень удобно для регулировки И для того, чтобы быстро пропустить здесь Оружейный ремень, трубу гидратора Либо же проводку от радиостанции Или пауэрбанка к вашей камере Непосредственно к плечам они также крепятся на велкро С внутренней стороны имеют 3D-сетку Какая-никакая, а все же помощь для того, чтобы не свариться в нем в жаркий летний день Регулировка по высоте происходит достаточно просто и элементарно На велкро и через щелевку Пропускаете и закрепляете так, как вам необходимо Хочу отметить, что у данного жилета системы быстрого сброса нет Ну, как у большинства плейт-кереров Поэтому в экстренной ситуации, к сожалению, вы его оперативно не сбросите Ну и последнее в нашем списке, но не по значению Это климато-амортизационная система В данном плейте, которая идет у вас в комплекте Она съемная Состоит из 3D-сетки Что, в общем-то, тоже облегчает немного вам жизнь в жаркий летний день Единственное, что данная сетка, ну, все же несколько хуже, чем аналогичные изделия от, допустим, того же Техинкома Но так как они съемные, вы их всегда можете поменять Плюс ко всему вы их можете постирать А это, на мой взгляд, очень-очень большой плюс Потому что даже в течение одного жаркого дня вонять они у вас будут безбожно потом Подводя итог, что же хочется сказать Данный плейт-керер, на мой взгляд, является отличным выбором для любого покемона Который любит воевать в городских условиях Либо же для которого наличие плейт-керера просто прикольно Он качественный, он отлично выполнен Я понимаю, что у Vartec, конечно, продукция немного топорная И отовсюду могут торчать нитки, чуть-чуть неровности Но при этом данная продукция реально просто неубиваемая Я данный плейт-юзу уже месяца 4 С ним вообще ничего не происходило Я его чуть ли не жег, наверное А это какой-никакой показатель Одним из явных плюсов в пользу данного изделия является то, что в нем из коробки уже идет климата-амортизационная система Съемные лямки позволят вам не только легко их почистить от пота и грязи Но также продеть через них оружейный ремень Что лично я считаю отличной вещью Потому как носить вес оружия не просто на шее, а на плечах, на плейт-керере это гораздо-гораздо удобнее Также, сняв данные плечи, вы легко можете носить рюкзак с широкими лямками У вас это не будет вызывать особого дискомфорта Ну и последнее, о чем хочется сказать, это, конечно же, встроенные подсумки Три штуки это уже достаточно Да, у них есть та же проблема, что и в JPC Когда, вставив внутрь магазины, у вас вот этот фартук, в котором они располагаются, немного приподнимается Но хочется отметить, что эта проблема не в Артек, а всех плейт-кереров, какие лично я видел Вот я был готов, как никогда, понимаешь? Больше я так никогда в жизни не буду готов Ты взял все обоснованно Ты бы продолжил съемку Готов? Да, блядь! Сука!